Здравствуйте! В эфире новости Перу Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самом главном. Сегодня глава региона Бауржан Абдишев отвечал на вопросы журналистов, республиканских и зарубежных СМИ. Женщины-контролеры Караганды Су спасли девушку, которая пыталась прыгнуть с девятого этажа. Около пяти тысяч пиратских дисков изъято сотрудниками финансовой полиции. Сегодня глава региона Бауржан Абдишев отвечал на вопросы журналистов, республиканских и зарубежных СМИ. В Астане прошел брифинг. Здесь страна смогла узнать о социально-экономическом развитии Карагандинской области. Специальный репортаж Сергея Высокосова. Выступая на брифинге, Бауржан Абдишев отметил, что Карагандинская область занимает четвертое место в республике по объему ВРП. Доля в республиканском объеме 8,5%. Рост ВРП по итогам года составит 4%. За девять месяцев текущего года объем промышленного производства превысил один миллиард тенге. Хочу отметить, что доля несыревого экспорта в общем объеме превысила 90%. Это по республике второй показатель. Что касается международного оборота со странами Таможенного союза, то эта цифра составляет 1,2 миллиарда тенге. Основное, конечно, это Россия. В области разработана и реализуется концепция развития базовых отраслей, которые включают угольную промышленность, черную, цветную металлургию, горнодобывающую, химическую и фармацевтическую отрасли. Отлично поработали и дружники агропромышленного комплекса. Итогом работы Караганинской области в секторе агропромышленного комплекса, это итоговое, мы проводим выставки. Впервые Караганинская область провела в сентябре месяце выставку, сельскохозяйственную выставку в городе Астана. Надо сказать, что довольно-таки серьезная была подготовка, и надо сказать, что было отмечено руководством, что эта ярмарка прошла на должном уровне и, скажем, одна из лучших среди всех областей. В карту индустриализации области входит 75 проектов с 500 миллиардами тенге инвестиций и созданием 12 тысяч рабочих мест. Серьезное внимание уделяется и культуре. В настоящее время социокультурная инфраструктура области включает в себя 650 организаций государственного статуса, что является наиболее крупным показателем многочисленной сети. Стабильное ежегодное финансирование более 6 миллиардов позволяет проводить на высоком уровне театрально-зрелищные мероприятия, пополнять библиотечные и музейные фонды, укреплять материально-техническую базу организации культуры. Серик Асанаубаева, исполняющего обязанности директора Ассоциации предпринимателей Карганинской области, как представителя бизнес-сообщества, в первую очередь интересовали вопросы развития предпринимательства в регионе. Мне, что понравилось, большой акцент был сделан на социальном развитии нашего региона, потому что, естественно, все программы, которые сейчас реализовываются в Казахстане, они в первую очередь направлены на благо людей, чтобы они жили лучше, на благо развития экономики, в том числе на развитие малого и среднего бизнеса. Нас, как бизнес-сообщество, конечно же, интересует в первую очередь этот вопрос, и на этом он подробно остановился, потому что Карагандинская область – не последний регион в Казахстане по развитию малого и среднего бизнеса. Бауржан Абдишев, Аким Карагандинской области, ответил на вопросы журналистов. Сергей Высокосов, Габидин Курышбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Около пяти тысяч пиратских дисков изъято сотрудниками финансовой полиции. В Караганде пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась реализацией контрафактных дисков на протяжении двух лет. Как оказалось, подпольный цех располагался в квартире у одного из подозреваемых, где с помощью специальной техники изготавливали пиратскую продукцию. Там же и осуществлялась комплектация и упаковка дисков, а также дальнейшая реализация в торговой точке города. Таких в городе насчитали семь. Все они теперь прикрыты. Кроме того, у преступников изъяли пять цветных принтеров и девять DVD-записывающих устройств. Ущерб, причиненный правообладателям, уточняется. 19 сентября текущего года в отношении всех трех участников УПГ было возбуждено уголовное дело по статье 184 ГК Республики Казахстан за организацию подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции. 20 октября в отношении организатора УПГ возбуждено уголовное дело по статье 235 части 1 УК РК за создание и руководство организованной преступной группой. Также в отношении одного из соучастников по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело по части 2 за участие в организованной преступной группе. В настоящее время санкции суда один из обвиняемых арестован. Не переключайтесь, далее будет все самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена Абдирова, 9. Телефон 9090-09. Завтра, 26 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Аул Береке-2013». Осенняя торговля расположится по улице Олимпийская. Самолочную плодавочную продукцию представят районные и местные товаропроизводители. Цены, обещают, будут ниже рыночных. Женщины-контролеры Карагандесу спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с девятого этажа. Накануне сотрудниц компании услугодателя наградил начальник ДВД Карагандинской области. Случай произошел 18 октября. Контролеры Карагандесу, Любовь Невинного и ее напарница Светлана Хомякова обходили дома с проверкой. В одной из многоэтажек они увидели, что на бордюре подъездного окна девятого этажа висит девочка. Женщины смогли быстро попасть в дом и затащить подростка в подъезд. Как оказалось, 16-летняя девушка, которую успели поймать, хотела покончить жизнь самоубийством. Лишь благодаря быстрым действиям этих женщин и неизвестного карагандинца была спасена человеческая жизнь. Начальник областного ДВД поблагодарил решительных карагандинок и вручил им наручные часы с символикой МВД Республики Казахстан. Я ее обняла, она прям плачет, у меня прям сердце, вот меня мужчина, я говорю, у тебя, в смысле, как любая мать, потому что я тоже и внуки, и внучки у меня есть, и я спросила, у тебя никто с тобой не натругался, она говорит, нет, она прям вот так наклонилась и плачет. Хочу поблагодарить того парня, который помог, потому что без него это явно нет, потому что мало того, что пока бежали, запыхались, и он ее схватил, держал до последнего, пока не вытащили. Ему большое спасибо, жалко, что его, конечно, не нашли. Бывшего министра труда и социальной защиты Серика Абденова карагандинцы еще не забыли, а главного тренера футбольного клуба «Шахтер» сравнили с известным политиком. Сегодня корреспонденты первого карагандинского вышли на рот, чтобы узнать, кого из известных личностей они знают в лицо. Подробнее в следующем сюжете. А этот вот известный же, он же в Акимате работает. В карагандинском Акимате? Нет, в Асанинском, наверное. А кто он такой может быть? А он там такой большой, начальный. Политик ВКонтакте, что яйца вы кидали по труду. Ну, раньше бывший министр социального труда и защиты. Бывший министр? Нет. Потому что потому. А откуда вы его знаете, что он такое сделал? Не помните? Он хотел пенсию поднять женщину. Это, 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 потому что, потому что. А откуда вы его знаете? Мы его из-за этого, потому что, потому что. Не знаю. Вот это, если не ошибаюсь, это президент или тренер, главный тренер. Тренер. Шахтер, кажется. Тренер шахтера? Это Виктор Кумаков. Тренер по хоккею, если не ошибаюсь. А, нет, извините, это же этот, шахтер, тренер главный. Ага. Забыл, как зовут. Похож на молодого Жириновского? Не знаю. Похож на балерину, может быть, танцовщица. Это Мишка Роганды? Нет, не знаю. Какой-то орден? Не знаю. Ну, наверное, депутат какая-то. Судья по значку. Первый раз вижу. Нет, не знаю. Это, не знаю. Кто это? С Акимата вроде на кого-то похож. Тоже знакомый же, а? Это нет. Не знаете. Нет, никого из них. Никого не знаете? Не знаю, нет. Бывшего руководителя управления энергетики ЖКХ Ирлана Утешева, согласно проведенного опроса, мало кто знает. Напомним, что его признали виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Экс-чиновника накануне лишили водительских прав. Известный композитор Людмила Мельникова оказалась незнакома некоторым карагандинцам. Хотя известный музыкант становилась лауреатом различных областных, республиканских и международных конкурсов. Людмила Мельникова и Ирлан Утешев находятся на четвёртом месте в нашем рейтинге. Третье место в нашем хит-параде занимает победительница конкурса «Мисс Караганда-2011». То, что её знают как участницу конкурса и в эту модель, нам сказали два человека. А вот главный тренер футбольной команды «Шахтёр» Виктор Кумыков довольно-таки популярен в Караганде. Неудивительно, наставник горняков вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Белорусский тренер на втором месте рейтинга популярности. Лидером в хит-параде стал экс-министр труда и социальной защиты Серик Абденов. «Мистера потому что, потому что» узнали практически все опрошенные карагандинцы. Скандальный чиновник по праву занимает первое место. Николай Кровец, Кайрат Рашитов, Асхат Абедулов. Первый карагандинский. Осознание новой политической доктрины происходит и в молодёжной аудитории. Очередное заседание дискуссионного клуба «Еркинг-ПКР» было посвящено обсуждению новой политической доктрины партии «Нур-Отан. Созидая будущее». Это должно стать одной из 30 наиболее развитых стран мира. Грандиозность этой цели очевидна. Никогда в истории прежде наш народ не достигал таких социальных, экономических вершин, на которых мы теперь находимся, и не ставил перед собой столь огромных задач. Это удалось сделать только нынешнему поколению казахстанцев. Грандиозность поставленных целей очевидна. Поэтому каждый гражданин должен понять и определить своё место в работе над подставленными задачами. В первую очередь это относится к молодым. Начатое строительство нового Казахстана продолжать им. Организаторы дискуссионной площадки, управление по вопросам молодёжной политики Карганинской области и молодёжное крыло «ЖАЗ-Отан» стремятся сформировать у молодых людей активную гражданскую позицию. Благодаря дискуссионному клубу «Иркен-Пыкэр» мне удалось окунуться в атмосферу съезда. Партии была принята новая доктрина, которая даёт, как я думаю, на возможность получения качественного образования, хорошую достойную работу, которая считается главным для нас, для молодёжи. Заместитель председателя Карганинского областного филиала Народно-демократической партии «Нур-Отан» Есет Есенгараев раскрыл историческую перспективу новой доктрины партии и роли, которая отводится молодым в построении будущего Казахстана. Глава государства, лидер партии «Нур-Султан» Абишевич Назарбаев, выступая, чётко обратился к молодым казахстанцам, конкретно сказать, к молодым партицам, уже сатановцам, чётко обозначил задачи в реализации новой принятой политической доктрины партии, в реализации стратегии «Казахстан-2050». В целом, для того, чтобы молодёжь активно принимала участие в развитии, в реализации различных стратегически важных документов страны. У партийцев начинается серьёзнейшая работа по последовательному разъяснению основных позиций новой доктрины партии «Нур-Отан» «Созидая будущее». Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выставка «Сладкие дни в Караганде». Более 40 видов мёда, собранных с разных регионов России, восточные сладости, халва, все сорта фруктово-ягодных джемов привезли в шахтёрскую столицу российская компания «Пасека Калашникова». Подробнее в следующем сюжете. Высококачественный мёд и продукты пчеловодства с потомственной пасеки Калашникова приезжают в Караганду не первый год. В городе эта сладкая выставка проводится четвёртый раз. В этом году компания привезла более 40 видов мёда, в том числе гречишный, цветочный, джантаковый, хлопковый и многие другие. К слову, с ними можно не только чаи распивать, но и оздоровляться. Все сорта мёда обладают лечебными свойствами. На ярмарке можно продегустировать и приобрести лечебные сорта мёда с прополисом, с живицей, с пергой, с пыльцой и с мумиём. Мёд с добавками считается более лечебным. Потребляется по 50-60 грамм в день, очень хорошо укрепляет иммунную систему, укрепляет сердечную мышцу, лечит различные недуги. Продукции в этом году рассказывают продавцы и скупайцы моментально. Возможно, причина не только в полезном вкусном мёде, но и в восточных сладостях. Пасека Калашникова представила в этот раз около 20 видов фруктово-ягодного джема, лакомства конфитюр и халву. На выставке также представлен большой ассортимент натуральных конфитюров. Это фрукты, ягоды, сваренные на пару, на яблочной пептини с пониженным содержанием сахара. Это очень хороший диабетический продукт для людей, страдающих с сахарным диабетом и для детей. Также на выставке представлен большой ассортимент восточных сладостей. Рахат-вукум, руга, парварда и халва. Горожане, в свою очередь, успели продегустировать и закупиться на выставке-ярмарке «Сладкие дни». С ней многие карагандинцы знакомы уже давно. Да, я не первый раз знаю. Мёд очень хороший, без всяких там добавок. Натуральный мёд. Я вот попробовал с мёй и вот против сахарного диабет. У меня вот простые, которые болеют сахарным диабетом. Хотя бы это приобретать. Я требовала сладости. Рахат-вукум и это мёд лечебный. Выставка-ярмарка «Сладкие дни в Караганде» продлится до 3 ноября включительно. Проходит она в торговом доме Плаза, что на 45-м квартале. Попробовать качественный пчелиный мёд и восточные сладости могут и жители Тимиртао. В ДК «Металлургов» тоже представлена продукция компании «Пасека Калашникова». Здесь выставка продлится до 2 ноября. Амина Смакова, Ужас Габасов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. В шаге от победы карагандинский шахтёр на своём поле не смог обыграть голландский алкмар. Третий тур Лиги Европы закончился ничейным счётом 1-1. На 11-й минуте ударом с близкого расстояния капитан Горняков Андрей Финонченко открыл счёт. А на 26-й минуте оборона карагандинцев провалилась. И седьмому номеру алкмарцев не составило труда переиграть Мокина в ближнем бою. Итоговый счёт на табло 1-1. В свою очередь главный тренер шахтёра Виктор Кумыков посетовал на слабую реализацию моментов у своих игроков. Знаете, у меня тоже единственное чувство, которое сейчас есть, это разочарование. Я не знаю, когда наши команды или конкретно шахтёр научатся побеждать. Вроде мы готовились, всё делали и моментов создали. Только выходов 1-1 у нас было 3. Осень с чемпионами. Полюбившаяся горожанам акция продолжает привлекать внимание начинающих спортсменов. Минифутбольный клуб Тулпар провёл мастер-класс для команд детских домов Караганды. Команда именитого карагандинского минифутбольного клуба Тулпар на очередной тренировке принимала гостей. 20 мальчишек, увлекающихся футзалом, тренировались вместе с знаменитостями. Оказалось, что на поле все равны. Юные футзаловцы не пасовали перед старшими. Мастерства, конечно, маловато, но какое удовольствие пробить в ворота настоящему галкиперу. Мы все начинали с этих мастер-классов. Для нас тоже в детстве проводили. Это очень много значит. И мы рады помочь ребятам вырасти, хороших футболистов. Сегодня, когда правоохранительную структуру фиксируют повышение преступности в среде несовершеннолетних, глядя на этих ребят, увлечённо гоняющих мяч, твёрдо знаешь, они закон не нарушат. Просто некогда. У них есть увлечения, которые помогают развивать профессиональные футболисты. Основная цель подобных тренировок – повышение уровня игроков. Причём это относится не только к начинающим, но и к маститым. Ведь показать приёмы ведения игры молодым – это значит заново их переосмыслить и придумать что-то новое. А тренер Тулпара явно приглядывается к ребятам. Надо взращивать новые кадры. Мы сегодня были в футбольном клубе «Турпал». Мне там понравилось. Здесь очень интересно. Я хочу записаться. Мини-футбольный клуб «Тулпар» постоянно уделяет внимание воспитанникам детских домов. 29 мая этого года был проведён турнир по мини-футболу. Кубок дружбы, который становится традиционным, вероятно, выйдет за пределы региона и, кто знает, может быть, станет международным. У клуба «Тулпар» есть не только планы, а конкретные дела по привлечению ребят к занятиям спортом, к здоровому образу жизни. В конце тренировки «Тулпаровцы» приготовили своим гостям сладкий сюрприз – мороженое. Но как после этого не прийти в спортзал ещё и ещё раз? Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости Первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова